Для того, чтобы определить функцию над типом данных, в Хаскеле используется уже знакомый нам механизм, называемый сопоставлением с образцом. Давайте посмотрим, как сопоставление с образцом работает в случае пользовательского типа данных. Перед нами тип данных B, являющаяся эквивалентом типа данных BOOL, с двумя конструкторами T и F, являющиеся эквивалентами TRUE и FALSE соответственно. Мы хотим определить функцию отрицания, функцию NOT'', которая по BOOL'у значению возвращает противоположное BOOL'у значение. Функция определена перед нами. Сколько уравнений должно быть в такой функции? Ровно столько, сколько конструкторов имеется у нас в нашем типе. Для каждого конструктора мы пишем реализацию этой функции. В данном случае реализация очень простая. Давайте попытаемся вызвать эту функцию. в интерпретаторе. Мы обнаруживаем, что интерпретатор возвращает нам сообщение об ошибке. В чем же здесь дело? Если мы посмотрим внимательно на сообщение об ошибке, мы увидим, что интерпретатор говорит нам, что наш тип данных B не является представителем класса типов SHOW, который предназначен для того, чтобы превращать в текстовое представление элемента соответствующего типа. Таким образом, для того, чтобы выводить что-то в консоль, нам нужно сделать наш тип данных B представителем класс типов. Можно сделать это, и довольно несложно, можно сделать это вручную, однако в Haskell существует более эффективный механизм, механизм, который называется автоматическая реализация производных представителей, так называемый Derived Instances. Мы можем использовать ключевое слово Deriving в определении типа данных и указывать там классы типов из определенного довольно широкого набора. И наш компилятор автоматически сможет выводить представителя соответствующего класса типов. Ну действительно, как предъявлять нам класс перечисления? Очень просто. Мы должны взять конструктор, рассматриваемый как текстовую строку, и выводить эту текстовую строку. После того, как мы написали Deriving и указали имя класс типов, Теперь наш класс типов B становится представителем класса типов show без всяких усилий с нашей стороны. Мы не должны писать никакого кода, этот код за нас напишет компилятор. Давайте перегрузим наш модуль и попытаемся выполнить задачу, которая перед нами стояла еще раз. Вызвать нашу функцию not- на значении false. Теперь наш ГАШ-Цай умеет выводить в строковом виде имена конструкторов данных. Какие классы типов можно использовать в механизме Deriving? Многие из стандартных класс типов, которые мы знакомы. Помимо show мы можем, например, автоматически выводить представителя класса типов EQ, чтобы сравнивать на равенство. Класс типов read, чтобы считывать значение, выполнять действие обратное show. Можем сделать автоматически представитель класса типов e-null. Ну, давайте теперь сохраним и опять пытаемся сравнить на равенство, скажем, разные конструкторы. Ясно, что разные конструкторы... Сначала перегрузиться надо, конечно. Ясно, что разные конструкторы не равны друг другу до тех пор, как мы не написали Deriving EQ. У нас бы такое не работало, но теперь оно работает. Ну, естественно, что используется встроенный boolev-tif, а не тот boolev-tif, который мы сейчас описали. Ну, можно вызвать, скажем, функции из класса типов e-null. Ну, тут мы обнаруживаем, что выполнять действие SAC на последнем из двух аргументов нельзя, а вот на первом можно. Мы определили boolev-tip в обратную сторону по сравнению с стандартным boolev-tipом. Обычно false считается меньше true, а у нас здесь наоборот. True меньше, чем false. Что произойдет, если мы в списке уравнений, которые определяют нашу функцию через сопоставление с образцом, используем не все образцы. Давайте переопределим функцию not, уберем второе уравнение. Таким образом, наша функция not' станет частичной. Она будет определена не на всех возможных значениях типа данных b, а на только одном значении, на значении t. Тогда мы сможем вызвать нашу функцию not' на значении t, и она вернет нам содержательную информацию false. А если мы вызовем ее на значении false, то получим сообщение об ошибке. Наша функция стала частичной, и ее исполнение на некоторых входах завершается аварийно. Частичными функциями лучше не пользоваться, и мы можем сделать настройки, передать компилятору специальный ключ, чтобы он выдавал предупреждение при попытке определить подобного рода функции. Давайте мы включим этот ключ прямо в компиляторе GHCI. Для этого используется команда set. После этого мы должны набрать длинное-длинное предложение FWARN incomplete patterns. Мы можем в нашем интерпретаторе пользоваться автодополнением, которое работает по табуляции. Вот я начинаю минус FWARN, дальше я нажимаю табуляцию, и у меня появляется некоторая подсказка. На FW начинается только одна конструкция. Если я сейчас опять нажму табуляцию, я получу огромное количество разных возможных конструкций, разных возможных ключей, которые управляют у нас набором предупреждений. Ну, поскольку я помню, что это incomplete, я набираю вот так вот, нажимаю табуляцию, и у меня появляется слово incomplete. Теперь я нажимаю опять табуляцию, и обнаруживаю, что у нас есть несколько возможных ключей, которые начинаются на FWARN incomplete. Ну, здесь я уже могу выбрать из трех возможных вариантов, которые мне предъявились. Я нажимаю, например, букву купе, и это однозначно дает возможность получить мне результат. Нажимаю табуляцию, и я получаю ключевое слово patterns. Ну вот, теперь я получил соответствующую информацию. Давайте мы перегрузим наш файл. Прежде чем осуществлять перегрузку, однако, нам следует внести какие-то изменения в файл исходного кода, потому что иначе перегрузка пройдет успешно. Давайте мы сделаем наоборот. Исправим нашу функцию node-штрих, false true. Сохранимся, и попытаемся теперь перегрузить наш модуль. Вот, при компиляции мы получаем предупреждение о том, что в функции node-штрих у нас не все образцы сопоставлены друг с другом. Есть образец t, в котором сопоставление не проведено. Это всего лишь предупреждение, то есть наш файл скомпилировался и загрузился. Это не ошибка. Но, тем не менее, мы можем отслеживать наличие неполного сопоставления с образцом с помощью ключа, который мы включили чуть выше.